Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! В эфире новости на ОТВ. В студии Ксения Бриллиантова. Сегодня главные темы. Экзамен по инструкции. Школьники Серпухова сдали первые ЕГЭ по информатике и географии. На дне водолазы рассказали об интересных находках в Ногинском пруду. Золотой конек. Серпуховские фигуристы закрыли спортивный сезон. В Серпухове в разных микрорайонах ремонтируют тротуары. На участке улицы Ворошилова от привокзальной площади до здания городского суда полностью демонтировано старое покрытие. Здесь установлены бордюры и произведена отсыпка щепня под укладку асфальта. Большое огромное спасибо нашему городу, что стали делать дорожки. Очень приятно по ним ходить. Стало удобно. И общий вид города стал намного лучше, приятней. Помимо того, что кругом идет цветение, благоухание весна, и наконец-то вот такое благоустройство у нас. Заметно дорожки будут ровнее, красивее. Очень рады. А в центре города, на улице Ворошилова у дома 133-16, проводится так называемый карточный ремонт. На разбитых участках поворотов во дворы полностью снято старое покрытие под новый асфальт. Новые остановки Серпухова уже подверглись разрушительной энергии местных вандалов. Стекла разбили в павильонах на улицах Советской, Горького и на проезде Мишина. На проезде Мишина остановка Труд была разбита полностью. Все стекла. На данном месте висит камера видеонаблюдения. Есть вероятность, что злоумышленники будут установлены в данном вопросе и привлечены к ответственности. На сегодняшний момент закуплено 12 стекол новых на все остановки. И в ближайшее время комбинат благоустройства начнет монтаж разбитых стекол на место останавливать. А кому-то помешали даже клумбы около Дворца культуры России. Их решили вытоптать. Но специалисты уверены, тех, кто уничтожает чужой труд, удастся найти благодаря системе наружного видеонаблюдения. Российские выпускники сегодня начали сдавать ЕГЭ. Первыми экзаменами стали информатика и география. 33 серпуховских школьника тоже вооружились знаниями, черными гелиевыми ручками и прибыли на пункты приема ЕГЭ в 16-ю школу. С каким настроением ученики шли, знает Елена Киселева. Оживленно о чем-то беседую, ребята заходят в ворота незнакомой школы. Однако за улыбками и смехом прячется волнение и бессонница. Скажите, волнуетесь? Очень нет. Спали? Да. Чуть-чуть. Вот столечка. Правила сдачи экзамена не изменились. Они традиционные. Регистрация и досмотр на наличие шпаргалок. Честно, ничего нет. Я сама. Как бы были планы, но потом думаю, лучше не надо. Сама все знаю, готовилась. Не зря полтора года прям усердно работала. Будем надеяться, что у них ничего этого не будет. Дети у нас грамотные. Затем они пройдут в аудитории, где их встретят организаторы. Покажут им, где у них рабочие места, соответственно, рассадки. Затем им раздадут материалы. Пройдет инструктаж. 27 учащихся городских школ сегодня сдают информатику. Еще 6 человек географию. Первый инструктаж и доброжелательное напутствие ребята получают на пороге школы. От директора Елены Кудряшовой. Вы самые умные решили сегодня сдавать инструктаж. У вас все получили. Пойдемте, ребята. Ребята проходят в аудитории. На улице в волнении остаются сопровождающие учителя. Ольга Михрикова – социальный педагог 12-й школы и мама. Информатику сегодня сдает и ее сын. О том, как нелегко сдавать ЕГЭ, знает не понаслышке. Ну, естественно, все это волнение постоянно. Даже если человек вообще не может знать все и максимум. Поэтому здесь уже, знаете, и везение, и удача, и, соответственно, и знания. Это все, как бы, помноженное друг на друга дает хороший результат. До начала экзаменов конверты с вопросами хранятся в сейфе. Согласно инструкции, их открывают ровно в 10 часов. На решение задач по информатике отведено 235 минут, по географии – 180. Впереди выпускников ожидают еще три экзамена. В Серпухове готовятся к купальному сезону. Перед началом лета в активном режиме работают сотрудники коммунальных служб, строители и водолазы. Главное место отдыха у воды – Ногинский пруд – сегодня обследовали. В поисках опасного металлолома, пустых бутылок и другого мусора. Какой улов удалось поднять со дна, узнавала Ася Климова. Со своим скромным кладом в руки он выходит на берег. Водолаз Александр только что обследовал дно водоема в поисках опасного мусора и хлама. При осушении пруда несколько лет назад здесь обнаружили автомобиль. Но сейчас улов гораздо скромнее. Только один старый огнетушитель и пара заколок. То, что касается находок, вот так вот мелочи. Большие железки уже вытащил. Бутылок, стаканчики, пробки, бутылки. Чтобы опуститься на самое дно, водолазу приходится постараться. Силы притяжения не хватает. В ход идет особое снаряжение. Кроме гидрокостюма и баллона с кислородом, на себе специальный навес. Один из элементов костюма – специальный поезд для утяжеления. Поднять такой, без спортивной подготовки тяжеловато. Весит 18 килограмм. Перед началом купального сезона сотрудники МЧС обследуют Ногинский пруд. В этом году здесь оборудовали вышку для прыжков в воду. Теперь она безопасна. Осмотр производится на предмет наличия посторонних предметов, которые могут угрожать здоровью или жизни купающихся. Эту процедуру мы производим каждый год накануне организации купального сезона в местах, где администрация города организует место отдыха у воды. Официально Ногинский пруд будет единственным специально оборудованным местом для купания в черте города. В ближайшее время здесь установят лежаки, отремонтируют лавочки и обустроят кабины для переодевания. Закрыли сезон. Юным фигуристам Серпухова перед началом летних каникул устроили спортивный праздник, на котором поздравили с окончанием занятий и вручили дипломы начальной подготовки. За показательными выступлениями будущих чемпионок наблюдала наша съемочная группа. В свои семь лет Елизавета Смуркова мечтает стать олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Признается, как бы ни было трудно, любимый вид спорта не бросит никогда. Пока я ни на кого не похожа, но я думаю, что я стану как медведева или даже лучше ее. Мы верим в себя, потому что мы фигуристы. Секция фигурного катания существует в Серпухове два года. В этом спортивном сезоне 18 фигуристов представляли город на соревнованиях. Завоевали пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей. С юными спортсменками занимаются профессиональные тренеры – Елена Таможенникова и Наталья Константинова. Именно они раскрывают в детях спортивный потенциал. Талантливого ребенка нужно уметь рассмотреть и увидеть его талант, и развить талант, и развить вовремя. Потому что сейчас очень рано отдают детей. Как мы посмотрели, уже из четырехлетней уже выходят на лед. Фигурным катанием занимаются 70 детей от 4 до 10 лет. Ярославе Золотаревой всего пять. На турнире в Видном она завоевала второе место. Выполнила норматив юный фигурист. Прежде чем распустить юных фигуристов на каникулы, их поздравили с окончанием спортивного сезона и вручили дипломы начальной подготовки. Сразу после новостей прогноз погоды и прямой эфир. У нас в гостях заместитель руководителя Главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области. Направление юг – Светлана Выборова. И заведующий территориальным отделом номер 8 госжилинспекции – Дмитрий Текнов. Не забывайте, мы есть в сети интернет. На нашем сайте – отв.дефис.медиа.ру. В социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме. И на официальном сайте администрации города. Всего вам доброго. Увидимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – строительная компания «Партнерство». Готовые квартиры в новом микрорайоне по привлекательным ценам. Многолетний опыт работы, высокий уровень комфорта, тысячи счастливых обладателей квартир. Компания «Партнерство». Хорошая погода в вашем доме в любое время года.